Строительство начинается с расчетов. Чтобы конструкция прослужила долго, нужно уделить внимание ее прочности, жесткости, степени, деформации при разных нагрузках. Раньше вычисления делали вручную, теперь с формулами и цифрами работают компьютерные программы, а студентов технических специальностей обучают ими пользоваться. И если несколько лет назад вузы подключали зарубежные разработки, то сейчас выбирают отечественные. Одна из таких – комплекс АПМ. Этот программный комплекс используется в сферах машиностроения и строительства. С его помощью можно из простейших конечных элементов создать конструкцию любой сложности и посмотреть на ней, к примеру, какую максимальную нагрузку сможет выдержать конструкция и как она будет при ней деформироваться. Комплекс еще совершенствуется, но уже имеет преимущество перед некоторыми зарубежными аналогами. Где-то находимся с ними на уровне, где-то мы их догоняем, а в некоторых моментах у нас есть разработки, которые опережают их. Тем более все это связано с нашей отечественной идеологией восприятия. Постоянное общение с пользователями, как с сотрудниками вузов, как с производственниками, мы изменяем и адаптируем наше ПО исключительно по требованию пользователей. Компания «Разработчик» представила программу в Орловском госуниверситете. Отечественным комплексом для инженерных расчетов уже пользуется в учебных заведениях столицы. Теперь его начнут осваивать студенты УГУ и Брянского инженерно-технологического вуза. Соглашение уже подписано. Разработчики не просто предоставят комплекс, но и обучат преподавателей и студентов в работе с ним. Такое сотрудничество выгодно всем. Вузам не нужно вкладывать дополнительные средства в закупку программного обеспечения. Студентам, естественно, они обучаются на современных продуктах, которые в дальнейшем им полностью пригодятся в их практической деятельности. Освоив программу, студенты получат и преимущество при трудоустройстве, так как разработчики комплекса расширяют базу клиентов не только среди учебных заведений, но и среди предприятий и производств. Ирина Титова, Александр Савенков, телеканал Первый областной.